Непревзойдённый Джеки Чан радовал аудиторию не один десяток лет своими интересными комбинациями красивых трюков, акробатики и юмора. Более того, он никогда не прибегал к помощи каскадёров и все трюки выполнял сам лично, порой даже смотря в глаза смерти. Здесь собраны некоторые неудачные дубли, которые чуть не отняли у этого мира великого Джеки Чана. Пьяный мастер Змея в тени орла был одним из первых фильмов с Чаном в главной роли, где он показал во всей красе свою харизму и уровень Брюса Ли. Фильм также презентовал восходящую звезду Янг Ли Хванга, чьи мощные удары ногами стали легендой. Сочетание Янг Ли и Чана на экране было столь подходящим, что Янг Ли взяли на роль злодея в следующем фильме – Пьяный мастер. Во время съёмок Змеи в тени орла Янг Ли случайно выбил Джеки Чану несколько зубов, но тот решил пропустить этот урок мимо ушей. Это была первая серьёзная травма на площадке, когда оппонент ударил ногой по его надбровной дуге, сломав её. Травма чуть не стоила Джеки Чану глаза. В 2014-м Янг Ли в интервью попросили назвать топ-5 бойцов кунг-фу по его мнению. Джеки Чана он воздвиг на первое место без колебаний. Проект А Фильм снимался в 1983-м и по сюжету полиция Гонконга объединяется с Береговой охраной для борьбы с пиратами. Это потрясающая комедия, разбавленная невероятными трюками. И один из самых опаснейших трюков, которые проделывал Джеки Чан, прошёл финальный монтаж и люди поняли, что он, вероятнее всего, сверхчеловек. В кадре персонаж Чана, Ма, висит на циферблате 20-ти метровой часовой башни. Но всё пошло не по плану. Сорвавшись и пролетев шесть этажей, разорвав несколько тентов, Чан приземлился прямо на голову. Он повредил позвоночник, проделывая трюк, но камеры, благо, не переставали писать. Это смотивировало его встать на ноги и продолжить роль. Полицейская история Сама по себе серия полицейских историй была для Чана опасным занятием. Даже самое первое, в 85-м. В самый разгар драки в торговом центре он прыгает с перил на шест, украшенный новогодними огнями. Стекло, конечно, было бутафорским, поэтому он хотя бы не порезался. Но вот лампочки были настоящими и раскалили шест настолько, что оставили серьёзные ожоги на руках. В результате он сместил себе таз и повредил два позвонка. Во всяком случае, трюк смотрелся хорошо, потому что чёрта с два он повторил бы это. Доспехи Бога Обычный кадр, не предвещающий беды, чуть не стал для Джеки Чана последним. Во время съёмок доспехов Бога в 86-м в Югославии он должен был прыгнуть со стены замка на ближайшее дерево. Ничего необычного, он бы справился с этим без напрягов. Но завершился трюк его падением о камне с большой высоты, в результате чего он сломал себе череп и один из его осколков врезался в мозг. Врачам пришлось вставлять пластину. Обычного актёра это вывело бы из игры надолго и заставило пересмотреть свою политику игры без каскадёров. Но катастрофа стала заглавной фишкой фильма и принесла ему невероятный успех. Так что Чан решил и дальше рисковать жизнью для развлечения миллионов фанатов. Доспехи Бога 2 – Операция Кондор Во второй части, вышедшей спустя 5 лет, Чан играет китайского индиана Джонсу. Он ищет секретные сокровища, а по пути сражается с культом и нацистами. Фильм наполнен интересными сценами драк и невероятными трюками, один из которых, аналогично предыдущему, чуть не стал последним. Грамотный монтаж скрывает ужасное падение, которое показано в расширенной сцене. Актёр теряет хватку и летит на всей скорости на землю. Но даже несмотря на смещённую грудную клетку, он всё равно показывает класс. Но если бы он упал чуть-чуть иначе, мог бы легко сместить себе шею и лишиться кровоснабжения мозга. Полицейская история 3 – Суперполицейский Очевидно, что простой актёр не стал бы связываться с реальным вертолётом, но Джеки Чан – не простой актёр. Невероятно рискованная сцена снималась в 1992 году для третьей полицейской истории. Он должен зацепиться за верёвочную лестницу и так и лететь, пока злодеи пытаются его стряхнуть. И это даже не самое опасное. Вертолёт приземляется на движущийся поезд и Чан должен всего лишь избежать столкновения. В сценах после титров показано, что он сломал себе ребро, плечо и сместил челюсть. Причём он должен был висеть на этой трубе со сломанным плечом в полуосознанном состоянии, пока команда спасателей его не снимет. А всё могло закончиться гораздо хуже. Пьяный Мастер 2 Спустя целых 16 лет Пьяный Мастер получил продолжение. В 1994 году его снимал Лю Чай Лян. Финальная драка просто легендарна и далась она нелегко. Джеки Чан не согласился с режиссёром по поводу его видения последней сцены и тот, сдавшись, отстранился от съёмок. Чан сам продолжил режиссировать проект, неоднократно подвергая себя риску на камеру. Но что более интересно, в фильм вошёл не первый, а второй дубль. Потому что Чан решил, что первый вышел как-то слишком медленным и не имел должного ритма. Так чё бы второй раз на угле не прыгнуть, он же неуязвимый. Кто я? Этот фильм 1998 года забрасывает героя в международную интригу. Он, работая с агентом ЦРУ, должен разрешить проблему исчезновения учёных, избегая при этом киллеров тут и там. Конечно же, не без помощи сногсшибательных трюков. Вильям Зёрф – это уникальный выдающийся небоскрёб в Роттердаме, Нидерланды. На одной из его стен есть огромный стеклянный скат во всё здание в 24 этажа. И в финальной сцене Чан съезжает с этого стекла сверху донизу. Он совершил этот трюк в прямом смысле, без страховки, помощников, остановок, дублей и декораций. В точности так, как это показано в фильме. За 45 секунд он преодолел весь наклон с крыши до земли и в последний момент ухватился за уступ, отделявший его от неминуемой гибели. Он две недели набирался смелости, чтобы решиться на этот трюк, после которого он мог потерять всё. Новая полицейская история Каждый фильм полицейской истории мог стать последним, но если бы Чан отказался от роли в перезапуске 2004-го года, никто бы его не стал винить. Но, повиноваясь принципам, он снова бросает себя в опасность реальных съёмок. В этой ужасающей сцене он гонится за членом группировки. Тот в попытке ускользнуть стреляет в шофёра двухъярусного автобуса. Чан застревает на крыше неуправляемого автобуса, который начинает громить всё на своём пути, причиняя невероятный ущерб на полной скорости. Несложно найти целую сотню моментов, когда всё могло бы пойти не так и отправить Чана на тот свет, даже в прямом смысле оторвав ему голову. Но если бы в сцене не было опасности, это был бы совершенно другой фильм без Джеки Чана в главной роли. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся! Пока!